Субъективные заметки Вообще-то говоря, про успехи нам постоянно рассказывают. Поэтому я хочу видеть именно субъективную часть, в чем проблемы. Я буду очень гордко презентацию вам дать, вы еще посмотрите. Следующий лайк. Ну, во-первых, история построения тупика. Я считаю, что мы сейчас ходим в тупик. В аграрном секторе мы вошли в тупик. Надо сказать, что достижения наши начались в аграрном секторе наиболее динамично. Я буду так. С 2005-2006 года. Причина простая одна. Власть в лице господина Гордеева, да бог ему здоровья, сумела взять и подхватить те компетенции, которые появились. Когда подхватили компетенции господдержкой, все поперло как на дрожах. Частная инициатива и власть, которая умеренно влияла. Мы создали технологическую платформу. Технологическая платформа создана на импортных технологиях. Да не на технологиях, а на конкретных патентных решениях, которые нам продали. И это большая проблема, потому что это стало стартом успешной утраты технологического суверенитета ВПК. Одновной ориентир был на увеличение производства. И поддержка осталась на этом направлении. И, соответственно, все произведем больше. На себестоимость не смотрели, на результаты не смотрели. Они получили приезд перепроизводства где-то с 2018-2019 года. Бросились в экспортоориентированную модель экономики. А надо было это делать лет пять назад. Ну и одновременно это попытки построить госплан номер два. То есть вместо движения поддержки частной инициативы, о которой я говорил, принято нечто другое. Следующий слайд. Но вот здесь возникли те проблемы, которые есть. По существу мы с ними сталкиваемся и очень серьезно. Я думаю, прочитаете или в ходе дискуссии мы еще обсудим. Следующий слайд. Теперь особенности нашей национальной господдержки. В проклятых американских долларах. Обратите внимание, как она успешно снижается в последние годы. В рублях больше, в валюте меньше. Причем в структуре поддержки. Поддержка науки, образования, то есть фундамента развития у нас в два раза ниже, чем в Бразилии. Ниже, чем в Великой Аграрной стране с большим потенциалом учительного соединения Канадой. Перспектив сложный. Маркетинговая поддержка цен. Есть такое понятие, когда за счет административных решений, после ограничений и так далее, искусственно завышается цена для одних групп отрибутов. А для других, наоборот, цена, оказывается, не цена мирового рынка. Смотрите, что у нас происходит. Да, у нас есть маркетинговая поддержка, иначе бы у нас год носа вообще не было бы. Не развелось бы. Но как растет вот это вот изъятие денег? И где изымаются деньги? Вот здесь две позиции, зерновые и подсолнечник. В 2020 году полтораста миллиардов рублей, как с куска. Следующий слайд. Итоги отрасли. И если вы посмотрите на этот слайд, то что у нас видно? Просто ясно и четко. У нас растет индекс валовой продукции животноводства, и это хорошо. Но он растет в нормальном режиме. 2-3% в год. Он больше и не может расти. Все у нас определяется растеневодство. В растеневодство у нас находится как в состоянии, ну, горячки. То вверх, то вниз. Климатические факторы есть. Но и прибыль. Обратите внимание, прибыль. Вот прибыль у нас росла, 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 и кончили мы чем? Прибыль в 2022 году в 1-1 плюс 40, в растеневодстве минус 80. Это ваши 80 миллиардов, на которые была бы закуплена техника и технологии. Следующий слайд. Причем, по тем прогнозам, которые есть, Минцельхоз говорит, минус 16% будет в этом году. Я считал, и получается минус 14, если повезет. И региональные балансы рентабельности. Это отсутствие аграрной политики. На Урале и на Дальнем Востоке, Вот с точки зрения финансового, Нечего заниматься сельским хозяйством. Вложить половые деньги в банк и получите ту же рентабельность своих денег. Смысл какой? Следующий слайд. Итоги полугодия. Тут все видно. Слайды будут у вас, вы это все увидите. Ситуация не меняется. Она меняется в худшую сторону. Причем в первом полугодии, Зерновые им отлично продавали суровые прошлого года, Когда себестоимость была минус. Следующий слайд. Ну, тут вообще уже, если смотреть регионально, То, вообще-то говоря, вы знаете, это крах называется. Это не просто снижение рентабельности, Зерновые и средние по больнице, Да, оно будет очевидно. Но когда у нас Татарстан и Красноярск имеют рентабельность реализации зерновых по итогам полугодия 2-4%, это ничто. И с учетом скорости оборота капитала, с учетом всех тех проблем, которые есть, рентабельность зерновых, для того, чтобы нормально развиваться, минимум 30-35%. У нас рентабельность капитала в сельском хозяйстве 3 копейки на рубль. Три копейки на рубль. И оно уменьшилось 7 копеек в прошлом году. Следующий слайд. Урожай. Про урожай меня просили сказать. Вот я и говорю. Итак, мы получим 140 миллионов тонн. Плюс 4-4,5 миллиона тонн на новые территории. По пшенице 90 оттайней грифы у нас будет больше. Подсолнечник в районе 16,5-17. Как погода пока. Но один момент, обратите внимание. 22-й год нагрузка на технику, это 185 миллионов тонн убранного урожая. Его еще посеять надо было. В этом году 165-170. А средний за 5-150. Соответственно, что получается? Ресурс выработан. Сейчас надо форсированное обновление техники. Тем более, нам показывали прекрасные картинки. Как по заснеженному полю идут комбайны, убирают кукурузу и подсолнечник. Я вот себе представил, как комбайн работает. И что у него там внутри происходит. Как по существу в него кидаются льдины. Хорошая, замороженная, мощная. Следующий слайд. Далее. Прогноз Минэкономразмития. Запрограммированная стагнация. Запрограммированная стагнация. Сначала меня это вызвало шок, а потом я подумал, а вообще-то все правильно. У нас птицеводство и поголовье не растет. Почему цен высокий на мясо птицы? Не растет поголовье. В свиноводстве темпы были 8% прироста. Сейчас откатились на 5. То, на самое и по остальному. Следующий слайд. Ну и задача ближайшего времени. Отказ от политики ограничения доходов и регулирования ценств по сприлюции. Первичное звено должно быть защищено. Без него не будет ни экспорта, ни машиностроения. И много чего не будет. А что будет, мы все догадываемся. Приоритет частных инвестиций. Государство должно поддерживать компетенции, не давать указания и планы по производству. Работа по технологическому суверенитету. Это работа не на год. Это не отверточное импортозамещение, завестим западный импорт на российский, на китайский импорт. Это не импортозамещение. Это просто смена импортозависимости. Технологический суверенитет лет 10. Это инженерные школы, конструкторские школы, технологические основы и так далее. Это большая работа, это надо признать. И по Минпромтору у меня чувствуется, что такое понимание есть. Ну и напоследок, один лозунг. Рынок столько, сколько возможно, государство столько, сколько необходимо для развития частной инициативы и защиты потребителей. Тогда все будет. Я понимаю, что я утомил, может быть, перегрузил, но я как водка. Вредно, но будоражно. Спасибо. Спасибо.